Не будь слишком мягким, иначе сомнут, но и не будь слишком жестким, иначе сломают. А вот Игоря так и не смогли ни сломать, ни согнуть. Приветствую вас, зубодробящие кастеты. С вами Федорович, а сегодня мы посмотрим, насколько был хорош легендарный боец олдскульного Мортал Комбата Игорь Вовчанчин, который начал выступать в лихих 90-х на первых турнирах по боям без правил. А тогда это были реальные бои без правил, а не нынешние ММА. Где можно было отбивать голову лежачему противнику ногами и делать яичницу кулаками. А бой длился всего один раунд в 35 минут. Несмотря на свой рост всего в 174 сантиметра, Игорь дрался с огромными тяжами, отправляя их тела к проотцам, за что сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге по количеству побед нокаутом в смешанных единоборствах. Да и молодому поколению будет полезно знать. А старшему не забывать таких бойцов. Вовчанчин начал свою профи-карьеру в боях без правил 14 октября 1995 года на Гран-при Warriors Honor в Харькове, где все бои проходили в один вечер, будучи 22-летним пацаном. Первым соперником был Александр Мандрик, который показал хороший бой, но был уничтожен кувалдами Игоря на третьей минуте. В полуфинале Игорь встретился с Сергеем Бондаровичем, которого нокаутировал за 18 секунд. Второй финалист Андрей Беседин не дал Игорю сделать невероятный старт карьеры и рычагом колена на первой минуте оставил того вторым. Через месяц Игорь принимает участие в Гран-при Абсолют Файтинг Чемпионшип в Москве, где в первом поединке встречается с Сергеем Акининым, которого на третьей минуте боя ловит правым навстречу и тот, падая на руку, ее ломает. В полуфинале против Вовчанчина выходит Эдилсон Лима, который на первой минуте узнает, что такое быть футбольным мячом и улетает в нокаут. Но секунданты подали протест, который приняли, и сразу же был назначен реванш, в котором из-за сломанного носа бразильца доктор остановил бой, присудив техническую победу Игорю. Неоднозначный финал с Михаилом Илюхиным, в котором было много борьбы и ударов, закончился на шестой с половиной минуте с дачей Вовчанчина, и он снова остался вторым. Через два месяца Вовчанчин берет участие в Гран-при Мистер Силач Секай в Минске, где в первом бою отправляет Николая Яцука в глубокий нокаут. В полуфинале, нокаутировав Сергея Бондаровича, Вовчанчин в очередной раз выходит в финал, где в этот раз все-таки отправляет в нокаут второго финалиста Романа Тикунова, забираясь кубок себе. Снова через два месяца, 1 марта 1996 года, Вовчанчин берет участие в турнире Ukrainian Octagon в Донецке, где в первом бою отправляет за пять секунд в нокаут Олега Тищенко. Сергея Шеремета в полуфинале хладнокровно и уложил спать за полторы минуты. Финалист Игорь Герус продержался в клетке почти две минуты, пока его попытки перевести бой в партер не закончились добиванием в нем же. И кубок снова на полке у Игоря. В этом же месяце, 30 марта, Вовчанчин принимает участие в гранд-при Combat in Kyiv, на который съехались американцы-тяжеловесы. И уже в первом бою против Фреда Флойда Вовчанчину пришлось махаться 13 минут, после чего рефери остановил бой. В полуфинал против гиганта Пола Вареланса Игорь провел очень агрессивно, несмотря на тяжелый предыдущий бой, и на шестой минуте забил здоровяка. Финал с Джоном Диксоном затянулся на 9 минут, после чего американский кабан сдался от усталости, отдав очередную блестяшку Игорю. 2 мая 1997 года Вовчанчин принимает бой от Леонардо Костелло на Абсолют Файтинг Чемпионшип в Москве. Это было противостояние ударника против борца, которое после 35 минут бескомпромиссной рубки закончилось ничьей. Забрав Кубок Звезд из Одессы после двух побед, Игорь принимает участие в гранд-при Абсолют Кап Москве, где в первом бою побеждает Василий Акудина лоутиками, во втором Игоря Геруса техническим нокаутом из-за травмы, а в финале побеждает Михаила Витисяна без боя, так как он снялся с турнира. Через три месяца Хладнокровный отправляется в Тель-Авив, где берет участие в Кубке Панкратиона. Одержав победу над Валерием Плиевым добиванием на 7-й минуте, Игорь встречается в полуфинале с тем самым Михаилом Витисяном, который снялся с финала и после тяжелейших 35 минут, одерживает победу раздельным решением судей. Финал противника Наттера продлился 24 минуты и закончился сдачей американца после удара головой от Игоря. За вечер Вовчанчин отработал 67 минут боя и забрал кубок домой. 3 февраля 1998 года Игорь отправляется в Бразилию на гран-при World Walletudo Championship 5. В первом бою против Тулио Вальяреса Игорь взвинтил темп, засыпая бразильца ударами, который тут не выдержал и на пятой минуте отказался продолжать бой. В полуфинале с Элисом Родригесом Вовчачин показал, что такое бои без правил, на десятой минуте забив бразильца головой в партере. Финал против того самого Ника Наттера оказался быстротечным и закончился на 14-й секунде встречи коленом идущего в ноги американца. 11 октября 1998 года Вовчачин дебютирует на Pride 4 в Японии, получая в соперники бешеного гангстера Гарри Гудриджа, которого, несмотря на сечку в начале боя, отправляют в нокаут на шестой минуте боя. Через пару недель на Валетуду-6 Игорь побеждает Алуизио Фрейта со жесткими добиваниями в партере. В суперфайте на Валетуду-7 улетает нокаут Эдсен Карвалье. На Pride 5 Игорь проводит тяжелейший бой против Акиры Сёдзи, который после двух 10-минутных раундов заканчивается победой единогласным решением Игоря. 4 июля 1999 года Вовчанчин отправляется на Pride 6, где в тяжелейшем бою против Карпуса Барретто после трех 5-минутных раундов получает победу раздельным решением судей. Зрителей ждал интересный бой на Pride 7 между Вовчанчином и Марком Кэром. Американец постоянно переводил бой в партер, в то время как украинец рубил его в стойке. Но под конец второго раунда после очередного перевода сам же американец улетел в нокаут от коленей. Но бой признали несостоявшимся. На Pride 8 Игорь без особых проблем разделался с Франциско Буэно, отправив того в нокаут за полторы минуты. Далее был Pride Open Round, на котором Игорю пришлось провести непростой бой против Александра Ацуки, который он выиграл единогласным решением судей. 1 мая 2000 года Вовчанчин принимает участие в Pride Grand Prix, где в четвертьфинале снова встречается с Гарри Гудриджем. Оба тигра отлично рубятся в стойке, но на 10-й минуте кувалда Игоря хоронит надежды Гарри на титул. Полуфинал с Кадзуси Сакурабой был очень напряженным, но после первого раунда японец снялся из-за усталости. В финале Вовчанчину пришлось сражаться с Марком Колменом, чемпионом UFC в тяжелом весе, который в середине второго раунда вынудил Игоря сдаться ударами коленями в голову. После этого у Вовчанчина было еще много славных побед и горьких поражений, но именно в период с 1996 по 2000 год он провел 29 боев без поражений. Из профессионального спорта как боец Вовчанчин ушел с рекордом в 76 побед, из которых 36 нокаутом и десятком поражений. Но до сих пор он остается в спорте как промоутер, организатор, мотиватор и благодетель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам Игорек, ибо и без правил 90-х. А также дайте знать, как вам такой формат видео. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Нагару нет, я просто знаю, перевариваюсь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Дети на территории. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба Вот так Продолжение следует...